Более 600 тысяч человек. Официальное число участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первыми в эпицентре событий оказались военные летчики Александр Серебряков и Александр Елистратов. Окончение службы в Афганистане совпало с началом выполнения новой боевой задачи – кружить на вертолете над реактором и замерять радиационный фон. При этом высота была всего 150 метров. Завис, когда ДП-3 у нас на вертолеты стоит, поставил его на второй дипозон 200 рентген. Он зашкаливал. Третий дипозон зашкаливает. Четвертый дипозон 500 рентген зашкаливает. Я сам про себя подумал, куда я попал. 26 апреля 1986 года взрыв четвертого блока атомной электростанции стал крупнейшей техногенной катастрофой 20 века. Она затронула судьбы миллионов людей. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн вредных веществ. Больше всего радиации досталось пожарным. Огонь тушили в брезентовых робах и касках. Других средств защиты не было. К утру пожарные затушили пламя и начали падать в обмороке. Сказывалось лучевое поражение. Первоначально-то нехватка была личного состава. Вот 28 я назвал, 28 человек приехало. А через два часа борьбы с огнем уже 8 человек отправили в больницу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек. Акт об окончании работ на объекте был подписан лишь 30 ноября 1986 года, то есть спустя 7 месяцев после аварии. Полностью разрушенный четвертый энергоблок был закрыт металлическими конструкциями и залит бетоном. Это сооружение назвали саркофагом. Участие в ликвидации аварии приняли 4 тысячи жителей Самарской области. Сегодня мы собрались здесь, чтобы с особой благодарностью отдать дань глубокого уважения всем, кто ценой своего здоровья и жизни ликвидировал последствия аварии. Уважаемые чернобыльцы, поражаю вам огромную благодарность за ваш подвиг. К вечному огню горельефа на площади славы возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.